Иисус Христос, проповедуя Евангелие, рассказывал много притчей, иллюстраций, историй на духовный смысл, и есть из них несколько историй на тему урожая лежат. Читаю одну притчу, это притча Христа, записанную Матфеем в 13 главе. Стиха 24-го, царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, то есть ночью, пришел враг его, враг этого фельдмара, и посеял между пшеницей плевелы, то есть это сорняки, и ушел. Скорее всего, это никто не заметил, но вот дальше, когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. придя же рабы, слуги этого фельдмара, сказали ему, господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем? «Откуда же на нем плевелы?» Он сказал им, враг человек сделал это. Арабы сказали ему, хочешь ли мы пойдем, выберем их? Но он сказал, нет. Чтобы выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы, оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам, соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою. Фельдмар посеял пшеницу, но через некоторое время его рабочие удивленно приходят к нему и спрашивают, а что ты что-то еще другое посеял? Потому что мы видим вот эти сырники, и фермер догадывается, говорит, есть злой человек, он это сделал, знаете, в римском праре, которое тогда было во времена Христа, был закон, предписывающий наказание за такие дела, за такого рода своего рода сельскохозяйственную диверсию, значит, скорее всего, иногда такие случаи случались, что кто-то хотел сделать злое дело и сеял сорняки, но обычно сорняки мы не сеем, и только кто-то желающий делать вред, это может сделать, и хозяин говорит, слушайте, я даю вам указание, сейчас ничего не делать, давайте подождем до жад, почему, потому что он переживает, чтобы в этом выдергивании этих сорняков не повредить то добы, что он посеял, вообще эти плевелы, они очень похожи на начальных этапах роста с пшеницей, они очень похожи, их легко перепутать, когда уже не подрастают, то тоже проблема в том, что их корень переплетается с корневой системой пшеницы, и выдергивая их, ты можешь вытернуть и пшеницу, он говорит, давайте оставим, давайте оставим, оставим до жатва, вот когда будет жатва, тогда нужно будет сначала эти сорняки выбрать и сжечь, а потом сразу же соберем пшеницу, которая нужна мне, это просто иллюстрация, которой Христос желает что-то сказать, и далее в беседе с своими учениками он разъясняет эту иллюстрацию, эту притчу. Прочтем Христовое толкование. Стихи 37. Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий. В поле есть мир. Доброе семя – это Сыны Царствия, а плевелы – Сыны Лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол. Иисус Христос не раз называл Себя этим именем Сын Человеческий, что Он Бог, но Он просто как человек, пришел на землю. И ученики сразу же догадались, кто это, кто сеет доброе. Он, Господь, пришел на землю, это земля Его поле, Он владелец, Он ее создал. И Он на этом поле желает посеять что-то доброе. Он проповедует Евангелие, доброе слово. В конце концов, Он пойдет на смерть и воскреснет, чтобы это доброе семя, которое Он посеял, возрастало и имело спасение. Он пришел, чтобы благодаря Его служению у Него было много детей, сыны царств. Много тех, кто верует в Него и будут Божьими детьми. Но параллельно с Его работой, с Его доброй работой, есть враг Божий и враг человеческий, есть дьявол. Дьявол – это реальность. Это не просто какие-то там легенды или смешные картинки. Это злой дух, который желает людям вредить. И Он делает то, что сеет в этом поле, в этом мире, которое не Его. Он просто желает сделать зло. Он сеет в сердцах людей что-то злое. И у Него есть определенный успех, потому что сказано, что из-за Его посева у Него есть сыны, у Него есть как бы и свои дети, которые исполняют то зло, что Он посеял. Вот почему мы смотрим иногда на мир, и иногда возникает вопрос у нас, Господи, а почему все такое зло творится? Иногда даже люди говорят, а где же тот Бог? Где же Бог? Почему Он допускает это зло? А правда в том, что есть Бог, но Бог до определенного времени, до этой жатвы допускает и дьявол в этом мире. И зло, которое мы видим, это не рук Божьих работа, это работа дьявола. Дети пели Псалом, последний Псалом, Аде, Аде поделился любовь. Где любовь? Почему ее так мало? Потому что не так много тех, кто воспринимают Божье Слово, чтобы быть Божьими детьми. А вокруг нас большинство тех, кто дают право дьяволу сеять в свое сердце зло. И вот почему так много зла? И да, это семя дьявола как бы копируют, очень похоже, как плевины похожи где-то на пшеницу. Так иногда то зло, что он сеет, он желает сделать таким вот похожим на то, что делает Господь. Не знаю, может быть, наверное, не только я видел, недавно появилось в интернете отрывок проповеди, которую говорил патриарх, патриарх соседней страны. И где он в этой проповеди в храме также обращается к военнослужащим. Тем военнослужащим, которые пошли на нашу землю, идут на нашу землю. На чужую землю, не на свою землю. Там были такие фразы, я урывочек прочитаю из его речи. Он говорит, Христос воскрес, и все вместе с Ним воскресли. И жизнь вечная. Потому идите смело исполнять свой воинский долг. И мы понимаем, что это за воинский долг, который они исполняют в нашей земле. И дальше, как говорит Священное Писание, вы будете вместе с Богом в Его Царстве, в Его славе, в Его вечной жизни. Вот если вы смело будете делать свой воинский долг, то знайте, что вы будете в Божьем Царстве. То есть не бойтесь умереть. Убивайте, стреляйте, разрушайте города, дома, и вам будет награда. Это не семя Божьего Слова. Однозначно это не то, что проповедовал Христос. Это, может быть, в лучшем случае подделка, которую легко разглядеть. Это теплее вы. Знаете, однозначно в мире также есть и те, мы можем их видеть и знать. Видеть ту работу, которую делает Бог Христос. Он сеет добро, Он сеет любовь. Он сеет Евангелие. Знаете, когда началась война, помните, сразу же были в магазинах пустые полки. Была паника. Что будет, соли у них нет, вроде бы того нет. Но Бог так сделал, что не зря и на то, что война, мы кушали не меньше, чем кушали во времена мира. И у нас было все необходимое на столах. И зачастую это, или немалая доля в том, в этом, в том, что, хотя у нас возникли трудности, возможно, заставки продукты, но были добрые люди. И большинство из них это верующие, христиане, которые из других стран приезжали и привозили нам то, в чем мы нуждались. Даже нашу небольшую церковь, ну, не так редко, помните, то из Молдавы, из Молдовы братья, то из Румынии братья, то из Америки братья приезжают. И это то, что делает Бог. Это его работа. Но мы также видим и то злое, что делает сатана. И Бог допускает в этом мире, как допущено было в этой истории, до жатвы, чтобы это росло и злое, и растет то доброе, что Бог сеет. Он допускает. Помните, когда до Иисуса Христа первым вышел на служение человек, который был его предтечей, Иоанн предтеча. И Иоанн, когда вышел на служение, предсказывал, что вот я делаю одну работу, но моя работа маленькая, а идет за мной больше, идет больше. И он будет тот, кто отсеет или просеет, и соберется к себе пшеницу, а вот то все ненужное ему он сожжет. Сожжет огнем неугасно. Но знаете, в чем было потом, где-то позже, может быть, некая ошибка Иоанна. Иоанн подумал, что Христос придет и это сделает сразу же. Он придет и сразу же наведет этот порядок. Он злых людей высеет, даст им наказание, а будут только добрые. И когда позже этого Иоанна арестовал царь Ирод, некий Ирод, да, помните, Иоанн засомневался и послал спросить у Христа, ты ли тот, кого мы ждем, или, возможно, ты не тот, потому что вот такое безобразие, такая несправедливость. Злые цари правят, они людей мучают, меня посадили в тюрьму, ты ли тот? Иисус вот как бы в этой притче отвечает, да, я тот, я тот, но вот пока, пока до жатвы я допускаю, что есть и зло, и доброе. А вот то, что ты думал, то, что ты предсказывал, что я просею и я разделю, это будет в конце. Я это сделаю не в начале своего пришествия, а в конце, когда я приду снова на землю. И вот дальше в этих объяснений Иисус продолжает, говорит о жатве. Стих 39-го. «Жатва есть кончина века, а жнецы – сути ангелы, посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет сын человеческий ангелов своих и соберут их из царства его все соблазны и делающих беззаконие и вернут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце в царстве отца их. Жатва будет в конце. Знаете, иногда, не раз мы слышали эту фразу «конец света». Есть определенные фильмы, фантастика, что будет при конце света, да, есть разные модели. Какой-то астероид падает, паника, что будет, земле будет конец, но эта фантастика не сбудется. Конец света будет другой. Иисус это предсказал, Писание об этом говорит, Библия об этом говорит. Конец света – это картина не астероид падающий, это картина жатвы. Когда приходит Христос на землю и разделяет своих от не своих. Своих детей отделяет и отделяет детей дьявол. Дети дьявола будут сожжены, как этот сырьяк, сорняки, как этот бурьян. Они будут сожжены, они будут кинуты на вечные мучения в озеро Огненное, в то место, которое Бог изначально приготовил дьяволу, который был его ангелом, навосстал. Туда же будут и все те его добровольцы, которых он завоевал, которые дали право ему посеять зло в свое сердце. Ну, вообще, жатва, идея жатвы – это идея праздника, это идея радости. Даже сегодня мы пришли, это праздник, это радость. Всегда в Библии о жатве говорится, как о чем-то хорошем, хорошем для Божьих детей. Мы ждем этого времени как праздника, потому что вот тогда и тогда вы воссияете. Вот тогда только наступит благословенная жизнь, где не будет зла. Потому что дьявол и все, что он посеял, будет выделено, будет вырвано из этой земли и не будет иметь места в Царстве Божьем. Вот тогда будет настоящая жизнь, тогда будет радость и благословение. Просто этой истории Бог нас поощряет и вдохновляет быть его семенем, быть его растением, которое как колосочек растет и готовится к этой жатве, чтобы быть плодом для Господа в своей жизни. Он побуждает нас оставаться неверным, будь человеком Евангелия, слушать Евангелие так, чтобы по нему жить. Также, возможно, Господь нас предупреждает, чтобы мы не дали право себя обмануть, чтобы в наше сердце дьявол посеял злой, чтобы мы не стали этим плевелом или сорняком. Также где-то Господь побуждает нас в это время, это время до жатвы, Евангелие называют это время лета Господне. Мы живем сейчас во время лет, но также мы должны ждать, что очень скоро наступит время жатвы, осень. И наша ответственность быть этим добрым плодом, а также быть человеком, который сеет доброе вокруг. Также это призыв для тех из вас, кто еще не уверен, что он Божье дитя, что он этот Божий колосочек. У постла Павла есть такие слова, записанные в Евангелии, в Новом Завете. Вот теперь время благоприятное. Вот теперь день спасения. Он говорит эти слова с целью, чтобы вы не откладывали, мы не откладывали свое уверение, свое покаяние на потом. Сейчас это лето Господне. Сейчас нужно идти к Господу. Потому что вот время жатвы приближается. И пусть оно приближается для нас так, чтобы мы ждали его как праздник, когда Господь придет за нами, чтобы взять в свое царство. Итак, жатва есть кончина век. Это слова Христа. И вот когда мы ждем конца света, мы ждем этой жатвы, когда он придет и отделит. Пусть Господь нас благословит быть Его детьми ожидающими и вожат. Аминь. Возвращение.